Давайте откровенно. О чем сегодня, кроме победы, думают украинцы? О том, чтобы уцелела собственная квартира, а если она станет мишенью оккупантов, то чтобы ее восстановили. В довоенные времена одну многоэтажку строили за 2-3 года. А сколько времени нужно для строительства, например, сотни таких домов? И что вообще такое сотня домов? Это 25 тысяч квартир. Скольких из них будут нуждаться, например, жители освобожденного Ирбеня? Если, согласно данных спутников, город может быть разрушен на 70%. Проанализировав кадры съемок с неба, аналитики портала текста заявили, что только вдоль одного километра может быть разрушено порядка 700 квартир и 100 домов. То есть даже после очистки только на этой части Гастомельского шоссе без крыши могут остаться от полутора тысячи человек. Чтобы преодолеть дефицит жилья в Европе после Второй мировой войны понадобилось 10 лет. Это значит, что миллионы людей были вынуждены выбрать другие города или даже страны для дальнейшей жизни. На примере послевоенной Германии констатируют, это стало причиной оттока людей из восточной части страны. Но сегодня не сороковые, и у нас есть прецеденты с Китая, где могут построить модульную многоэтажку за 19 дней. Однако восстановление страны не ограничивается жильем и прилагающей к нему инфраструктуре. Шаг к лучшей жизни заключается в восстановлении или даже перезагрузке самой страны в целом. Япония была полностью уничтожена во время Второй мировой войны. Переориентация экономики стала одним из залогов послевоенного экономического чуда. Те предприятия, которые подпадали под перечень приоритетных отраслей, получали максимальную поддержку от государства. Похожий путь и в послевоенной Италии, значительно пострадавшей во время войны. Именно тогда взросли известные мировые технологические гиганты. Израиль, как и Украина, граничит с недружественным соседом. Внимание к обороне – критически важный вопрос. В 70-е военная промышленность стала главным работодателем. А сегодня бюджет страны наполняется деньгами благодаря экспорту вооружения. Особенность успешных историй восстановления стран прямо состоит в внешней поддержке. Тот факт, что развиваться можно быстро, демонстрирует Польша, где за 15 лет ВВП на душу населения выросло на 80%. За первое десятилетие с вступлением страны в ЕС Польша получала и получает регулярное финансирование поддержки собственного бюджета. Но без восстановления инфраструктуры восстановление страны невозможно как таково. И здесь очень важно не повторить печальный опыт, например, Афганистана в 2003 году. Международные экономисты отмечают неэффективное использование 145 миллиардов долларов, предусмотренных на восстановление страны. С похожей проблемой в то время столкнулся Ирак. Несмотря на бюджет восстановления в 220 миллиардов долларов, реконструкция не дала желаемых результатов из-за слабого планирования. Восстановление страны – это не прихоть или идеалистическое желание. Это насущая потребность для дальнейшего развития страны. Но для начала нам нужно победить. Евгений Куксин для телеканала ФРИБ.